Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 января. Томаты, посеянные 23 января, взошли. Я уже показывала. Шестой день после всходов. Я им давала 10 дней на всхожесть, но они уже выросли и большие. И у меня наступила пора, когда можно какой-то первый уход уже произвести. И уход, конечно, минимальный, но все-таки, когда вот эти вот рядки уже четко обозначены, видите, вот видно, где ряд, где междурядье, всегда в это время я провожу первое рыхление. Для того, чтобы, так как здесь вот эти, те места, где именно посеяны семена, они же были мокрые и пролитые, и вот я стараюсь сделать почву равномерной, чтобы как можно больше доступ кислорода вот к этим корневой системе сеянцев поступало. Уже видно, что можно порыхлить, не повреждая их. Прям вот чуть-чуть, как я называю, самое нежное рыхление, какое может быть вообще на свете. Вот нежное, 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 чтобы не было, как вам сказать, уплотнений. Я не скажу, что у меня какая-то корка, я же поверхностно не поливала, они так и стоят у меня без полива. Вот шестой день лоток стоит без полива. Но так как почва была увлажнена, сейчас я поливать не буду. Я поливать не буду, пока верхний слой не высохнет. Сейчас я вам покажу, где не было пленочки. Там видите, какая сухая земля, вот где не было пленочки. И сегодня был вопрос в комментариях, зачем накрывать пленкой. Вот у меня, смотрите, перцы посеяла, которые я позже, они еще накрыты пленкой. Они будут долго стоять накрыты пленкой, пока не вылезут первые петельки. И когда человек спрашивает, зачем накрывать пленку, он должен понимать, конечно, причину каждого своего действия. Мы накрываем пленкой, чтобы создать такой, как мини-парниковый эффект, чтобы почва не пересыхала, и чтобы они там во влажном грунте проклюнулись и взошли. Как только появляются первые петельки, вот такие вот, вот видите, петелька, пленку немедленно снимаем, чтобы они там не загнили, не задохнулись, не прокисли. Должен быть доступ воздуха беспрепятственный. И первой, самой первой процедурой, конечно, у меня всегда является рыхление. Для того, чтобы именно уплотнения вот эти, которые в результате намачивания бороздок разбить, опять же, для чего? Для того, чтобы был беспрепятственный доступ воздуха, кислорода к корневой системе. Это сейчас им наиважнейшее. Естественно, этим малышам не нужно еще никаких поливов, никаких подкормок. Я говорила, что первые 7 или даже 10 дней я о поливах вообще даже не думаю, стоит о них забыть. Но вот сейчас, судя по тому, как они дружно вылазят, видно уже, что семена взойдут, вероятно, хорошо. Даже вот эта вот бета-магазинная, вот последние вылазят. Конечно, сразу видно, что ботяня, видите, вот этот ряд, это ботяня длинный. Он намного длиннее, чем вот эти малыши. Вот эта Настенька, коротышечки, видите? И толстоногие от длинных отличаются сразу. Чем привести рыхление? Ну, я, как всегда, своим шампуром, я в прошлом году говорила, просто гну шампур и делаю такую ковырялочку, ну, удобную для меня, потому что я, у меня междуряди здесь узенькие, 3-4 сантиметра. У кого есть, могут применить какие-то, ну, специально для этого приспособленные вот такие инструменты. Но мне, я вот таким инструментом боюсь, он немного широковат. У кого большие междуряди, можно даже вот такими маленькими грабельками немножечко. Вот мне зрительница из Германии прислала такой набор миниатюрный. Я прям не могу от него. Он такой миленький, но делать я пока им ничего не могу. Вот, когда распикирую, уже будет большое расстояние. Так, охота погрести что-нибудь этими крошечными грабельками. Короче, эти грабельки, смотрите, они как раз соответствуют росту моей рассады. Все такое миниатюрное, все кукольное. Даже не верится, что вот когда-то будут вот эти томаты великаны, еще дадут такие плоды. Все, температура у меня, так, сейчас посмотрим. Ну, 23, наверное, 22-23, это не важно. Все, первый ход, какой требуют маленькие сеянцы? Конечно, порыхлит землю, особенно если вы поливали после посева, и образовалась корочка. Бывает, что как подсыхает грунт, образуется корочка, и препятствует проникновению воздуха, кислорода в более низкие туда слои, ну, туда, к корешкам. Обязательно рыхление. Еще раз напомню, хотя я говорю уже, как попугай, не поливайте, не переувлажняйте грунт. Вот сейчас они в таком состоянии, они самые ранимые, самые нежные. Любая вот эта вот патогенная микрофлора, крошечная инфекция, которая может завестись от сырости, она может их погубить. Не дайте шанс черной ножке напасть на ваши сеянцы, погубить красавчиков таких. Все, только рыхление. Я вот на них тоже сижу, даже еще дышать боюсь, ничего с ними делать не надо. Естественно, никаких подкормок, даже если вы начинающие, вам кажется, что они какие-то слабенькие, хиленькие, вы хотите им помочь, хотите чем-то полить, ничего не добавляйте в грунт, в лоток. Дайте им вырасти естественным путем хотя бы до того периода, пока вы их не распикируете. Когда распикируете, там уже будете смотреть. Я сегодня хочу снять несколько видео о натуральных биопрепаратах, которыми можно без вреда опрыскивать, поливать, подкармливать. Но не злоупотребляйте применение вот этих магазинных средств. Это я, конечно, новичкам говорю. Как бы ни было хуже вам в вашей рассаде от того, что вы проявляете свою чрезмерную любовь и стараетесь чем-то подкормить, полить, подбодрить их, сделать их побольше, потолще. В прошлом году я когда выставляю свою рассаду, многие люди писали, ой, а у меня почему-то у вас такая маленькая, а у меня почему-то такая здоровая, толстая, вот эти вот толстоногие, это богатыри. Так в том-то и дело, что моя основная цель это вырастить взрослую рассаду, но не огромного размера. Они у меня сидят на сухом пайке, я их очень мало поливаю, за счет этого нет болезней в лотках, нет никакой плесени, нет никакой сырости, и они не разрастаются. Я в прошлом году говорила, у меня такое есть выражение, маленькая старушка, у них небольшой размер, маленький, но большой возраст, они взрослые, и как только я высаживаю их на постоянное место, куда-то в грунт, где волю даю им всего, и полив, и там земли много, они сразу делают рывок, и свой возраст, он все равно возьмет свое. Они моментально начинают и завязывать плоды, и плодоносить, и все. Главное, чтобы у них был большой возраст, более взрослая рассада, она раньше начинает плодоносить, но нельзя их, не нужно их раскармливать, когда она стоит у вас на окне, когда в лотке на рассаде, ну, на окне, на стеллаже все равно. Я никогда, только из-за этого, не делаю никаких вот этих стимулирующих подкормок, чтобы она не разрасталась. Конечно, если ее сейчас сдабривать немножко, там помогать, подкармливать, поливать, как безмерно, они же не контролируют себя, они будут жрать все это подряд, будут разрастаться, и у некоторых даже в рассаде уже наступает жирование томатов. Пожалуйста, отнеситесь к этому внимательно, уход должен быть минимальный, рыхление, пожалуйста, хочется вам побаловать своих вот этих вот любимцев, подойдите, лишний раз порыхлите, поливать не надо, даже если ручонки тянутся, клеечки, держите себя в руках, помните, что даже какой-то минимальный лишний полив может спровоцировать начало образования вот этих заболеваний. Сгниют корни просто-напросто. Все, до свидания. Очень красивые растенецы, будем теперь наблюдать за ними, будем ухаживать все вместе. Я буду говорить, что я делаю, но вы, конечно, можете и свое что-то добавить, главное, не доливайте жидкости, я вас умоляю. Субтитры сделал DimaTorzok